Всем слушаться моего приказа. Встать в строй! Прекрасная армия. Молодец, Реймунда. И все остальные тоже. Хей! Это Sofist Dream и я наконец готова представить свою коллекцию 2016. В январе прошлого года я и не думала, что у меня коллекция может стать настолько больше. Вот, можете посмотреть предыдущее видео, которое я снимала в прошлом году и тоже в январе. Посмотрите, сколько у меня там лошадей и сколько здесь. В этот раз я решила снимать обзор на свою коллекцию только с брейерами. Потому что еще тащить сюда шляхов и коллекции, они бы просто не вместились. С учетом стеблика у меня ровно 20 брейеров. Заниматься коллекционированием я начала в 2013 году. А это мой первый и на данный момент единственный ООА в коллекции. Или же передел. Или же кастом. Их все по-разному называют. Это кастом авторства Жанны Сара. Она переделала мне ее из кобыл классика. И она просто офигенная. Кажется, они нашли друг друга. Оба нереально широкомордые и оба арабы. Ну, это точно арабка 100%. Она, кстати, ко мне приехала 22 числа, по-моему. Ну, вообще, он не араб, он на Морган. Но, по мне так, он довольно на арабчика похож. Это приподнятый хвостик. Это выгнутая морда. И почему-то она у них обоих вот такие широкомордые. В общем, какие-то шпары. Фу, они у меня даже в кадр не помещаются. Посмотрите. Я вам сейчас коротко у каждой модельки расскажу. Коротко о том, как она у меня появилась. Ну, и на то, в принципе, обзор моей коллекции закончится. Что толком еще рассказывать. Давайте начнем с Биг Чекса. Это мой самый первый Брэйр Сноумен. Я уже не помню, какой он там у меня в коллекции. Но я точно помню, что он у меня появился. Я появился на Новый год. Две тысячи... Две тысячи пятнадцатый Новый год, да. Это Валентина за ребенком. Ну, вы все знаете, когда они у меня появились. Мне их подарили родители на день рождения. Мои пушки. Правда, я думаю потом их обоих, особенно Валентину, отправить на передел. Что мне безумно понравилась вот эта фотография. Поэтому я еще давно задумалась о отправке на передел. И переделывание. Да, ее серую выездковую кобылу. Я обожаю выездку. И я обожаю серых лошадей. Это мой Азельто. Который спрятался. Который, который, который. Которого я купила себе летом. В 2014 году. Это Татилос, который мне тоже подарили на день рождения. Альбороза. Я не думала, что я его вообще когда-нибудь куплю. Но потом как-то оно так само собой получилось. И я его купила. Страплис. Страплис. О, это просто мечта Ван Лав. Это вообще одна из любимых лошадей в коллекции. Хотя у меня нет самой любимой, я уже говорила. Я их всех люблю одинаково. Но все равно чуть-чуть есть. Кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше. В общем, это Страплис. Это просто шикарная кобыла. Она вроде как арабская. Я где-то читала. Но как-то не совсем она похожа на арабку. Ну, так что у меня она англо-арабская. Это Боди Флексибла. Который я договорилась отправить на кастом к Оксане Кукс. Весной отправим. И потом я обязательно сниму, когда он ко мне уже приедет. Секретариат появился у меня на Новый год. Дальше. Ракс Ту Ричс. О, когда я только начала коллекционировать, я знала, что это будет несбыточная мечта. И я ее купила! Боже мой! Я ее нашла, по-моему, то ли на аукционе, то ли нет. На eBay. Она, кстати, гораздо крупнее секретариата. Это Hufflinger Classic. Она у меня появилась летом 2015-го. Или весной 2015-го. Что-то такое. Так. Это Марварики. Извините, что я сверху снимаю. У меня пока что маленький штатив не приехал. Ну, справа Марварик не Бодик. Слева Бодик. И он поедет к Жанне Сар на кастом. Просто на данный момент у нее огромная очередь. Поэтому я решила подождать. Потому что смысл, если он будет у нее там стоять на полке и плиться лучше. Пускай у меня будет погодная девочка. Прекрасная лошадь. Только что мне ужасно мне не нравится. Это то, что она очень пузатая. И ее грива мешает всадницам и седам. И стоит очень плохо. А так вполне нормальная моделька. Это Козмик. Ну и как казалось в начале этого видео. Предводитель этой коллекции встречайте стейблик. Этот стейблик. Он стейблик. Да. Это действительно стейбл. Даже нитрат. Угу. Уверяю. Угу. А так они конечно прикольные. Ну вот и все. Следующий видео обзор коллекции я думаю будет в январе следующего года. То есть приблизительно через год. Я думаю будет очень интересно наблюдать за пополнением моей коллекции. Я просто слишком часто снимать и не вижу смысла. Потому что у меня появляются на самом деле новые модели не так часто. Поэтому каждый год это самое тут. Да. Не ну вы посмотрите. Обе арабки а настолько разные. Погода девочки настолько реалистичная. Проработанная. Красивая мордочка вообще. И у Сары она кажется такой огромной. Такая широкая какая-то. Ну кстати она невероятно милая. Но боже я не могу. Я их рядом просто. Даже не хочу чтобы они рядом стояли. Что им как-то противно на мой взгляд. Не знаю. Очень. Настолько разные морды что аж противно. Пускай стоит со своим кавалером. Пишите в комментариях. А сколько у вас лошадей в коллекции? Какой бренд вы коллекционируете? Или вы просто увлекаетесь конным спортом и не собираете коллекцию? В общем пишите все это в комментариях. Мне будет очень интересно узнать. И хоть немножечко почитать про вас. Про вашу коллекцию. Так что давайте дерзайте. А с вами была Софья с Дрим. Всем пока. Ооо мне их теперь всех переносить на полку. Они на полке кстати теперь вообще не помещаются. Что же делать? Что делать?